двигаемся дальше смотри у меня к тебе еще будет такой вопрос что сейчас за два с половиной месяца работы именно глубоко да с собой с точки зрения стиля для тебя было самым сложным вот какой был этап самый такой прям болезненный может быть да что ты что ты понимала и ты понимала что прям с этим щас надо будет работать ну точно выходите из головы в тело в ощущение то есть ты мне дала задание по моему на одной из первых встреч чтобы когда я выбирала одежду я надевала и прислушивалась к своим ощущениям как мне тело откликается не отвлекается и важно чтобы я не смотрела там какой статус что мне именно дан нужно надеюсь а чтобы я как бы сверялась с собой и грубо говоря надевала в том числе это состояние потому что ты стала подсвечивать те вещи да когда например я надеваю что-то такое тепло уютное мягких цветах да что тогда мне хочется например защиты вот какие-то такие моменты считывать у самой себя самым сложным знаешь что для меня было это вообще замедлится и перестать гнать лошадей ну я знаешь просто видимо очень много страхов по вылезала знаешь того чтобы много успеть все вот это вот как будто бы какая-то конкуренция мир движется нужно постоянно что-то доказывать переть но ты кстати знаешь у многих девушек то работает с собой как с экспертом или сам является самостоятельным там спектом до взаимодействовать вот это очень часто и наверно вот этот вот момент я помню что мы с тобой разбирали все мои дни как а у меня дни чтобы понимали они идем-идем-идем я просто выбрасываю кофе в общем а мой график всегда заполнил чтобы понимали вот с утра до вечера у меня встречи дела учеба да первое с чего мы начали ты мне сказала отключаешь телефон на выходной просто ты с собой как это ничего не делать а как это себя не ругать когда ты ничего не делаешь а что это я просто так потрачу а слайдом я там накопился и будут меня потом кто-нибудь еще пропустит я вдруг что-то не успею да как раз это вот история вот для меня это было самое сложное но потому что я уже в таком образе жизни живу довольно давно и вот как раз таки вот эти корневые привычки их безумно тяжело меня то есть сопротивляется все тело сопротивляется мозг подожди что ты говоришь сопротивляется тело сопротивляется мозг это как что что с тобой происходит колонка у тебя начинают когда ломка по делам ну как и мне вот лежать ничего не делать просто собой время проводить мне он очень тревожно это вообще всем перфекционистам тоже привет потому что это вот история про я причем знаешь самое интересное я вижу что здесь совмещаются две вещи с одной стороны хочется все доводить до идеала да да вот этот перфекционизм с другой стороны есть синдром самозванца что вдруг я где-то не дотягиваю да и я там чего-то еще не дополучила в знаниях опыте я еще не дэкс нет вот это больше фома знаешь страх того что я чего-то упущу вот а постоянно нужно вот это развиваться но это там удовольствия много но это и ловушка в той точке зрения что нужно давать вообще позволять себе баланс жизни да и давать себе время нормально отдыхать и разгружать себя вот вот разгружать себя тоже было безумно сложно разгружать себя то есть перестать себя нагружать и весь свой график и давать себе воздух да то есть даже там не какие-то простые это рассказывала там как проходит мои недели ты мне говорила по какие-то простые моменты но то что там отдала себе время это просто с этим побыть там а это очень сложно ты знаешь когда это же всегда очень комплексная работа когда работаешь психологом когда ты работаешь над своим телом когда ты работаю это ты идешь на коврик на йогу когда ты работаешь семечко уши оно как-то тебе все про одно говорит это всегда очень комплексная история когда она друг друга подкрепляет вот какими экспертами ты еще сейчас работаешь над собой как раз хотелось бы задать этот вопрос помимо меня у меня есть психотерапевт с которыми уже довольно то есть чтобы вы понимали да это комплексно действительно работа 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 с телом но ума на массаже я хожу массаж уход за собой уход за лицо да 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 логу я хожу слушай но я довольно таки часто еще по запросу да и работаю с наставниками сразу когда есть какая-то потребность да ты можешь прям напрямую на какой-то до кого-то специалиста привлечь то есть это то что еще связано с профессиональной деятельностью слушая с кем я еще работать это работаю сейчас вспомню на самом деле классно что у тебя целый пул есть таких экспертов я в принципе всегда за то чтобы действительно вы работали не с одним специалистом у вас было их несколько таких человек потому что я про целостный подход и целостность она достигается как раз в том числе за счет работы не с одним каким-то специалистом с несколькими и очень классно конечно когда например психолог ну или допустим я как и мешков сочетает в себе многие практики многие техники потому что тогда вы получаете такое знаете прям обширное понимание себя работу с собой это дает классный эффект еще мне хочется сказать что это знаешь это исключительно про работу в долгу про работу в долгую просто не про одну консультацию а про то что ну вот мы с тобой что-то поднимаем и мне нужно время это как-то адаптировать переварить как это называют перепелой переварить и встроить потому что в таком быстром темпе все таки изменения не такие как знаешь часто говорят психологи медленно но быстро солнышко пойдем сюда в тенечек мне-то шляпу нормально закрывает засветила засветила слушай сейчас скажу еще про комплексный подход раз знаешь там не знаю ездила в москву играла в лилу и мне там тоже все на эту тему идет что мы на на женственность да да на женственность на вот эти вот все дела потом не знаю хожу там какой-нибудь энергетический массаж или хожу на биодинамическое дыхание на все все одно было как у нас современную современном мире господи что за выражением все равно ты настолько вот так как комплекс на собой мы уже к этому пришли и мы уже это встраиваем грубо говоря в нашу жизнь я считаю что это огромная заслуга нашего времени знаешь когда мне девчонки там начинают говорить что ну вот у меня там чего-то мне не хватает я не успеваю ты знаешь я не понимаю то потому что вот если серьезно посмотреть на наш сейчас период времени у женщины есть столько ресурсов ну в принципе любого человека но у женщины в том числе которых вообще никогда раньше не было я что-то недавно знаешь а вчера вчера еду с радио была в эфире прямом и у меня мысль такая я смотрю просто вот наш в трамвае в окно и меня проскальзывает мысль что вот прикиньте классно я занимаюсь любимым делом меня приглашают как эксперта я там какие-то свои проекты веду самостоятельно то есть я ни к чему ни к кому не привязана а еще вот я представила лет сто назад женщине чтобы даже самой вообще начать работать она не могла этого сделать то есть без мужчины нам было как это знаешь никто абсолютно я думаю елки как же это круто что мы сейчас можем это сделать у нас есть этот ресурс я еще сказал знаешь про команду специалистов ты всегда обещала чтобы не было своей команды не только на работе а в целом по всем моим личным штукам потому что есть такая вот знаете я недавно не узнала называется не как а кто когда ты не узнаешь как делать а ты идешь к тому кто уже прошел этот путь да это может принять кто потому что мы учимся исключительно через людей через среду я сейчас изучаю вообще в целом глобальную тему образования ну вот честилторский подход и для меня лично это самый эффективный вариант чем самой в чем-то копать ну то есть я через человека учусь намного эффективнее вот на этом мы все по-разному устроили для меня лично это работает больше всего ты знаешь я думаю да вот этот комплексный подход и делегирование привлечения нужных специалистов важно это понимать и осознать на самом деле меня даже вчера на радио спрашивают вот сейчас да сложное достаточно время стали ли люди как-то меньше обращаться или вообще что изменилось я понимаю что по сути ничего не меняется потому что у людей в любое время всегда есть потребность что-то в себе менять и он всегда находит до того специалиста который на данный момент времени откликается это очень важно чтобы все с кем вы работаете попадали в ваши ценности тогда будет работа максимально эффективно дашь у меня к тебе еще один вопрос вот твоя женственность да мы поняли какая была отправная точка сейчас по прошествии этих двух месяцев работы с головой я напомню что мы работаем в основном с нашими внутренними состояниями что изменилось как ты сейчас как женщина себя чувствуешь поделись я учусь больше замедляться это точно не могу сказать что там какой-то у меня прям вау эффект это все-таки про путь история но точно как-то помедленнее больше больше чувствительности больше практик больше ну и женственность и про мягкости просила и про женскую силу не знаю как-то хочется говорить не какими-то абстракциями как-то какую-то конкретную а ну вот сейчас допустим сегодня утром ты когда собиралась ко мне на встречу как ты одевалась с каким ощущением я хотела уже поскорее надеть свои новые костюмы вчера куплены как я собралась я сделала все свои ритуалы ритуалы по по уходу вот да то есть теперь теперь я как это знаете это встроено в режим и стараюсь знаешь то что раньше делала механически вот это очень очень важно даже там какое-то нанесение крема в ванной сложно без гаджетов или без обучалок проходить и все равно больше как-то концентрироваться в отношениях больше уделять времени своему телу потому что мне кажется лично я ему задолжала вот и выстраиваются отношения со своим телом выстраивать отношения потому что все больше больше грани я открываю да когда снимать чаще когда чувствуешь вот этот вот телесный отклик на той или иной вещи на то или иное событие когда я нахожусь в контакте с этим это очень все гармонично и мне кажется это как раз таки вот этот контакт с телом у нас и зазевляет успокаивает и выводит из вот этой вот какой-то вот мне кажется глобально глобально я успокаиваюсь хотя такой реактивные двигатели по жизни а еще знаешь что я обратила внимание что я уже как раз таки когда выбираю себе образ я его выбираю о супер то есть ты не механически теперь складывая что что ты одеваешь сегодня а ты его действительно выбираешь да потому что прям знаешь заметила разницу только то опа пару деталей я себе нравлюсь каким другим состоянием настроением я выхожу то есть это влияет на меня и на мое состояние плюс как-то я стала отмечать вот эти моменты мы с тобой знаешь такую делали распаковку этом делала фотографии образов до который мне нравится ты меня просил что конкретно что именно за нравится например я стала я стала даже замечать свой посыл в образах например когда я хочу быть одновременно женственной и строгой да тогда называю ой а бываю казаки какой не знаю брюки черный ремень а здесь у меня какая-нибудь рубашка это с рюшами с такой очень приятная ткань и то есть я и транслирую женственно свою мягкость но при этом не хочется быть четкой и твердой и я это подчеркиваю через какие-то детали аксессуар